Полина, сегодня мы будем учиться делать дневной и вечерний макияж. Готовы? Готовы. Мы уже нанесли с тобой тональное средство Face & Body, которое дает легкое покрытие. И сейчас при помощи легкой пудры я заматирую лицо, области носогубной складки, на щеках и на области лба. Полина, я хочу начать с хайлайтера, который придаст сияние и свежесть лица. С плотными такими вбивающими движениями, растушевываешь области уха и немножко затрагиваешь зону вокруг глаз. Также я нанесу хайлайтер на спинку носа, на область верхней губы. Он нужен для того, чтобы визуально сделать объем губ чуточку больше. Мы добавили объем на лицо и сразу хочется добавить корректирующих румя. Я выбрала довольно спокойный оттенок Baby Don't Go. И мне нужна кисточка средняя по объему. И отправная точка у меня, вот эта часть уха. И от нее я двигаюсь к уголочку губ. Смотри, блин, самая широкая часть лица у тебя вот здесь. Соответственно, нам тоже нужно чуть-чуть затемнить ее. Поэтому я притрагиваю с румянами вот в этой части и спускаюсь опять же к нашей пускуле. Я беру 224-ю кисточку. Мы сменяли кисть для того, чтобы скорректировать чуть-чуть носик. В какой точке я начинаю? Я затрагиваю начало брови и от него спускаюсь на крылья носа, к самому кончику. Я выбрала для дневного макияжа коричневую золотистую гамму. Начнем мы с основы, под тени, которая облегчит нам жизнь и продлит стойкость теней. Нужно совсем немножко. И нанести на область всего века, от ресничного края до брови. Начнем с золотистого оттенка. Почему я выбрала его? Потому что очень хорошо подходит под твои волосы, под цвет твоих волос. Плоской кистью я набираю тени, стряхиваю и наношу на область верхнего века. Вот такими прихлапывающими движениями. Здесь у нас должно быть максимум нанесения. Прорабатываю внутренний уголочек глаза и ниже. Я поменяла кисточку. Сейчас у нас растушевочная кисточка, которая нам будет давать дымку. И я наношу эти тени на область складки, тем самым делая глаз более открытым. И нанесу чуть более золотистый на самый центр века, для того, чтобы сделать еще более макияж, более выразительный. И предлагаю сейчас начать прорабатывать нижнее веко. Смотри, маленькая кисточка. Начинаем с золотистого цвета. И наносим его на нижнее веко, начиная от внутреннего уголочка и двигаясь к внешнему. И затемняем теми же цветами. Ты делаешь в своем дневном макияже стрелку? Иногда да. Давай попробуем сделать. Я использую скошенную кисточку. И при помощи скошенной кистики довольно легко рисовать линию и делать тонкий изящный хвостик. Полин, у тебя довольно выразительные брови, поэтому я взяла светлый оттенок, для того, чтобы слегка оттенить. И после этого зафиксировать при помощи геля. Возьму скошенную кисточку и слегка проработаю начало брови. Чуть-чуть добавить интенсивности. Также цвет добавляю на уголочек, изгиб брови и чуть-чуть протягиваю. Я считаю, что твои внешности хорошо подойдут в плане освежающих румян, розовые кукольные оттенки и персиковые. И сейчас мы будем наносить персиковые с такой легкой позолотой и сиянием, с шиммером. Я наношу на центральную часть при улыбке и чуть-чуть растягиваю к области уха и виска. Пробуешь сама накрасить? Прямо помаду. Наш дневной макияж готов. И финальный штрих – это нанесение пудры в избежание блеска. Сейчас мы будем трансформировать дневной макияж в вечерний. Давай сделаем более выразительную стрелку и черного цвета. Я ее буду наносить по области всего верхнего века. Закрываю глазки. Сделаем чуть более выразительную складку уголочек. И я возьму этот цвет матовый-коричневый. И легкими движениями сначала поставлю точку на уголок внешнего века, а после этого начну растушевывать, двигаясь к середине глаза. Я наношу вазу под макияж губ. Она на основе воска застывает и предотвращает растекание помады. Я начинаю с контура. Сначала я всегда делаю по контуру. А уже после смотрю, где стоит чуть-чуть увеличить или сбалансировать. Потому что самое главное, чтобы объем верхний и нижний губы был, он был сбалансирован. Контур всегда можно еще выровнять после помады. Поэтому помада матовая, сухая. И лучше наносить ее самостоятельно. Смотрим, понравится ли тебе этот оттенок. Для вечернего макияжа я заменила тебе хайлайтер на более интенсивный по сиянию. И снова финальный штрих макияжа. Это пудра. Матируем носогубную складку. И область щелк. Все, наш макияж готов. Субтитры подогнал «Симон»